Посмотрите на этот след. Это след от человеческой стопы, размером намного превышающим обычный. Его нашел местный фермер Стофил Коеди в Южной Африке в начале прошлого века. Когда-то давно, как сказали бы археологи, миллионы лет назад, эта порода была мягкой, потом спустя тысячи лет она затвердела, а геологические процессы подняли ее вертикально. Постойте, но ведь это даже не след динозавра, это след человека, а точнее человеческого гиганта. Как он мог жить миллионы лет назад? А это аналогичный след, но уже в китайской провинции Гуйчжоу. Кому принадлежит этот отпечаток на камне, установить археологам так и не удалось. А это уже следы, найденные в США. Вот след, обнаруженный в Индии. А вот просто огроменный след, которому поклоняются индусы. На самом деле, по всему миру гигантских человеческих следов раскидано немало. Есть даже следы ботинок, что противоречит как бы здравому смыслу. Ведь цивилизация людей существует относительно недолго. Но если есть следы человекоподобных великанов, то где тогда их останки? То и дело можно видеть в интернете отдельные кости гигантских людей, но целых скелетов найти так и не удавалось. Но относительно недавно стало известно о решении Верховного суда США по делу о клевете на Смитсоновский институт. В ходе разбирательства институт был вынужден признать, что в начале 1900-х годов его сотрудники уничтожили тысячи гигантских человеческих скелетов. Несколько инсайдеров института рассказали о существовании документов, которые доказывают уничтожение десятков тысяч человеческих скелетов, достигающих более трех с половиной метров в высоту. Представитель американского института альтернативной археологии Джеймс Харвард заявил, западные археологические институты с начала 1900-х годов стали прикрытием, чтобы заставить нас поверить, что Америка была впервые колонизирована азиатскими народами, которые якобы мигрировали через Берингов пролив 15 тысяч лет назад, когда на самом деле по всей Америке находились сотни тысяч курганов, находившихся, как утверждают местные жители, задолго до них. И в этих курганах обнаружены следы высокоразвитой цивилизации, сложного использования металлических сплавов, там же часто обнаруживались гигантские человеческие скелеты, но об этом до сих пор не сообщается в средствах массовой информации и информационных агентствах. В качестве доказательства сотрудниками американского института альтернативной археологии была предоставлена гигантская бедренная кость человека, обнаруженная в Агайо в 2011 году. Длина кости равнялась 1 метру 30 сантиметров. Она была украдена у Смитсоновского института одним из их кураторов высокого уровня в середине 30-х годов. Мужчина хранил кость всю свою жизнь и признался на смертном одре в письменном виде о тайных операциях Смитсоновского института по части сокрытия реальной истории предков человека. «Мы скрываем правду о прародителях человечества, наших предках-великанах, которые бродили по земле, как вспоминается в Библии и древних текстах мира», добавил представитель Американского института альтернативной археологии. «Сообщается, что документы планируется опубликовать в 2020 году». Ну хорошо, если это правда, то, как говорится, будем посмотреть, что будет дальше. А какие еще доказательства имеются в пользу существования огромных людей в не таком уж далеком прошлом? Гигантизм живых существ как эпоха в истории Начнем с того, что по каким-то причинам в истории Земли существовал целый период, когда практически все, а возможно, да, действительно, абсолютно все живые существа имели довольно внушительные размеры. Кто-то говорит о другом атмосферном давлении и более насыщенном кислородом в воздухе, что создавало максимально комфортные условия для жизни гигантов, если сравнивать их с нынешними размерами. Скорее всего, так и было. В XIX веке американцы объявили негласную войну гигантским деревьям. Единственное старое выжившее в этой войне дерево – это сосна по кличке Мафусаил. Она находится в национальном лесу Иньо на горе Уайт-Монтайн в США, штат Калифорния. Но и это не предел. Есть версия, что многие столовые горы – это древние гигантские деревья, которые каким-то образом спилены или обрублены. Так что можно себе представить возраст и высоту таких деревьев в период их расцвета. Ведь по сути это просто пеньки, которые от них остались. Животный мир тоже имел тягу к гигантизму. Вот, например, останки гигантской черепахи. А вот скелет гигантского короткомордого медведя или арктодуса, который жил в Северной Америке якобы в конце плейстацена. С ним по величине могли бы вполне соперничать гигантская кошка под названием саркастодон и огромный собак-медведь под названием мегастатерий весом до 900 кг. А как вам такая животина весом до 4 тонн? Это мегатерий или древний гигантский ленивец. И если это было нормой, то почему гигантскими не могли быть люди, если они, конечно, тогда уже жили? А судя по окаменевшим следам, так оно и было. Вот, например, следы человека и динозавра, оставленные в породе приблизительно в одно и то же время. А вот камни ики, о которых мы говорили в прошлом ролике. На них человек и динозавр изображены в одном временном промежутке. Значит ли это, что гигантские ящеры, гигантские млекопитающие и такие же гигантские люди вполне сосуществовали друг с другом? Что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Гигантомания. Сооружение. На мысль о том, что раньше люди были большими, наталкивает странный повсеместный гигантизм построек, сооруженных в относительной древности. Люди зачем-то строят огромные ступени, как, например, вот эти в Перу, храмовый комплекс Альян Тайтамба. То они сооружают гигантские античные храмы, как, например, в Ливане, так называемый Баальбек на высоте 1130 метров над уровнем моря. В основании террасы этого здания археологи обнаружили монолитные каменные блоки весом до 800 тонн. Ну и, конечно, вы наслышаны о гигантских египетских постройках и статуях, например, колоссах Мемнона, Сфинксе и пирамидах в Гизе. По сравнению с ними человек кажется малозаметной букашкой. Зачем столько усилий для строительства сооружений невероятных размеров? Неужели все дело только в красоте и религиозном возвеличивании? Высоченные арки и колонны позже переросли в необъяснимо высокие дверные проемы домов, построенных в предыдущих столетиях. Если гигантизм триумфальной арки еще можно объяснить тем, что, первое, она является символом могущества императора, и второе, через нее проезжают высокие имперские экипажи? Ну а вот зачем такой высокий проем здесь? На некоторых дверях остались ручки, которые явно рассчитаны не под рост современных людей. Вот, например, двери Исаакиевского собора. Зачем такая высота? Что, это рассчитано на въезд царских экипажей в собор? Зачем нужна такая величина дверей с высоко расположенными ручками? Напишите ваше мнение под роликом. Гигантизм. Вещи. Есть ли, кроме огромных зданий, сооружений, статуи, дверей, что-то еще огромное, созданное как будто под настоящих великанов? Оказывается, человеческая история накопила довольно приличное количество бытовых предметов и вещей аномально большого размера. Вот, например, ружье. Оно настолько большое, что из него можно стрелять только вдвоем, что крайне неудобно и непрактично в бою. А может быть, это просто какой-то царь-ружье? Какой-то экспериментальный экземпляр? Но нет, мы находим такие ружья по всему миру. Если это нормально везде, то тогда под чьи руки делалось такое ружье? То же самое касается огромных мечей, которые и держать-то тяжело, а не то, что им орудовать в бою. А как вам такая японская катана? Еще одна трудно объяснимая странность – это гигантские книги. Совершенно непонятен мотив создания таких огромных бумажных произведений искусства. Читать их крайне неудобно, а некоторые из них настолько велики, что поднять их можно только вдвоем или втроем. То же самое с боевыми топорами. В странности присутствуют и по части некоторых гробов, и даже зеркал. На кого рассчитаны такие огромные предметы? Великаны в преданиях и на картинах Упоминается ли в истории хотя бы один великан? Правильный ответ – да, еще как. О великанах говорится в преданиях практически всех народов. Например, у евреев – Голиаф. У славян – Святогор. У викингов и мир, и так далее. То есть для людей великаны были вполне распространенным явлением, а еще известны случаи поимки великанов. Существует легенда о том, что в 17 веке в джунглях Аргентины был найден гигант ростом в 12 футов. Это 3 метра 65 сантиметров. Якобы его убили и возили мумию по циркам много лет. А что насчет картин? Возьмем кого-нибудь из эталонных итальянских художников, рисовавших с натуры в 18 веке. Вот на картине Белота Бернарда «Годы жизни 1720-1780» мы видим Большой канал и Дагану в Венеции. Смотрим на огромную, судя по всему, женщину у лестницы Даганы и сравниваем с размерами туристов на том же месте на современной фотографии Google Street View. Внушительный рост для дамы, не правда ли? А вот картина того же направления и того же исторического периода принадлежит авторству восхитительного художника Канателло, он же Джованни Антонио Каналь. «Годы жизни 1697-1768». Перед вами изображение триумфальной арки Константина в Риме. Смотрим на рост людей рядом с аркой, а теперь возвращаемся в наше время и сравниваем с современным ростом людей относительно деталей арки. Разница поразительная. Великаны среди людей Неужели великаны действительно жили среди людей? Помните про скелеты великанов ростом 3 метра 600 сантиметров, о которых говорилось на суде между Американским Институтом Альтернативной Археологии и Смитсоновским Институтом? А теперь посмотрите на эту фотографию. А еще на эту вот. На вскидку можно сказать, что эти ребята ростом примерно 2,5 метра, а может быть даже и выше. Вот еще примеры. А это довольно известный высокорослый русский крестьянин Федор Махнов, который, согласно некоторым источникам, был ростом 2 метра 85 сантиметров. Вот фотографии более позднего периода, тоже 20 век. Этого великана зовут Роберт Уордлоу. Здесь хорошо видно, почему так много старинных дверей были с очень высокими проемами и для кого созданы самые разные виды крупного оружия. Старинных фотографий таких людей более чем достаточно, чтобы убедиться, что в то время их было очень много, намного больше, чем сейчас. Кто эти люди? Почему они такие высокие? Может быть, просто у них какие-то генетические отклонения? Но любопытно то, что если вы запросите в интернете имя самого высокого человека в мире, официально зарегистрированного в Книге рекордов Гиннесса, то им окажется Роберт Уордлоу, который жил с 1918 по 1940 год, умер в возрасте 22 лет, его рост составлял 2 метра 72 сантиметра. С тех пор никто, во всяком случае, согласно Книге рекордов Гиннесса, не может побить этот рекорд. А это значит, что такие великаны не становятся выше и не рождаются чаще, а наоборот, постепенно сходят на нет во всех отношениях. Может быть, просто во многих из нас течет генетика тех самых великанов, чьи следы ног можно найти по всему миру, впечатанные в камень, и чьи скелеты, согласно Американскому институту альтернативной археологии, уничтожал Смитсоновский институт. Вот, например, наш современник Леонид Стадник. Его рост 2 метра 57 сантиметров. А это Бао Сишунь, монгольский чабан из внутренней Монголии Китая. При росте 236 сантиметров в 2005-2007 годах он признавался Книгой рекордов Гиннесса самым высоким человеком из числа ныне живущих людей. В первой половине 20 века самым высоким показателем была цифра в 2 метра 72 сантиметра, по официальным данным. А теперь только 2 метра 36 сантиметров. Если дальше будет идти такими темпами, ген великанов окончательно смешается в людской массе, и, может быть, наши потомки станут немного выше нас, но таких резких проявлений гена великанов мы увидеть уже никогда не сможем своими глазами. И тогда поверить в то, что когда-то на Земле жили великаны, будет практически невозможно. И в наши дни на Земле живут высокие люди, но побить рекорд первой половины 20 века, когда было что-то вроде бума аномально высокорослых людей, никто так и не может. Давайте посмотрим на этих великанов, в которых, возможно, и проявился тот самый ген великана. А пока вы будете смотреть, ставьте лайк, если этот ролик вам понравился, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok